МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Нью-Ти-Ви вечерний выпуск новостей. С вами Руслан Харизов и главные темы сегодняшнего выпуска. В парламенте заговорили о выращивании органики. Почему это не так просто, узнавали наши корреспонденты. Дети совсем не о детском. Ученики старших классов поставили вопросы ребром перед председателем бишкекского городского Кенеша. Сказали, что в два раза, я бы не сказала, в два раза, в четыре раза загруженность, да? Обезвредили опасного террориста и спасли родину. Именитый спецназ Скорпион сегодня открыл свои двери телекамерам и будущим солдатам. На суде и Верховного и Бишкекского городского судов завели уголовные дела по фактам коррупции и содействия рейдерскому захвату, сообщил Госкомитет национальной безопасности. Антикоррупционная служба ГКНБ выявила факт вынесения неправосудных решений судьями в интересах отдельных преступных групп, которые причастны к рейдерским захватам объектов недвижимости и месторождений иностранных инвесторов. В ГКНБ установили, что противоправные действия преступников по незаконному завладению имуществом иностранных инвесторов суд признал законными. В селе Бишкюнгей близ Бишкека двое мужчин пытались сломать передвижную камеру видеонаблюдения, которую используют в рамках проекта «Безопасный город». Один из них оказался сотрудником милиции. По информации ГУВД Чуйской области, случай произошел вчера около 17.30. В милицию сообщили о хулиганстве Бишкюнгеи. На месте работал специалист компании «Вега Оперейтинг» по установке передвижных камер видеонаблюдения. В это время двое неизвестных мужчин подъехали к работнику, без каких-либо причин стали оскорблять, препятствовать работе по съемке, после чего из хулиганских побуждений пытались сломать камеру. В ходе досудебного производства были установлены личности мужчин. Выяснилось, что один из них является сотрудником отдела охраны одного из районов столицы. Службой внутренних расследований МВД начато служебное расследование. Премьер-министр Аблгазиев подписал распоряжение, которым за ненадлежащее исполнение обязанностей четырем руководителям министерств и ведомств объявили замечания. Во-первых, министру здравоохранения Космосбеку Челпонбаеву, далее директору госинспекции по экологической и техбезопасности Джолдошбеку Дюнушеву, также председателю госслужбы миграции Булбеку Ибраим Джанову и директору госагентства охраны окружающей среды Абдекалыку Рустамову. А вот за какие именно нарушения чиновники получили замечания, в правительстве не сообщили. Реальную причину введения казахстанской стороной ограничений на ввоз овощей и фруктов в Минсельхозе считают необоснованной. По данным ведомства, 19 февраля Казахстан ввел временные карантинные фитосанитарные меры по запрету на ввоз продукции из Кыргызстана. Картофель продовольственный, семенной, яблоко хурмы и Узбекистана гранат. Несмотря на пункт 8 порядка взаимодействия уполномоченных органов при введении временной карантинной фитосанитарной меры, уполномоченный орган государства-члена, принявшего соответствующее решение, без необоснованной задержки, информирует об этом уполномоченные органы других государств-членов не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения о введении временной карантинной фитосанитарной меры. «Казахи политизируют данную ситуацию, однако они нуждаются в нашем картофеле, так как они сами не могут в полной мере обеспечить свое население своим производимым картофелем. Если же казахи откажутся от кыргызстанского картофеля, то мы будем искать другие пути и предлагать другим». Если фермеров ограничили в объемах выращивания картофеля, то им должны были предоставить альтернативу, об этом сегодня сказала председатель ассоциации экспортеров, импортеров и фермеров сельхозпродукции Линара Ниазбекова. По ее словам, во многих регионах страны большой объем картофеля простаивает без реализации. В Чоналайском, Наукадском и приграничных районах большой объем корнеплода не реализуется и гниет. А что фермерам тогда выращивать, когда им говорят, чтобы уменьшили объем выращивания картофеля, возмутилась Ниазбекова. По ее словам, то, что Казахстан ввел запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, подливает масло в огонь. Также она возмутилась без действиями Министерства экономики и Министерства транспорта. «Мы уже дошли до седьмой цепочки проекта финансирования сельского хозяйства, но проблемы до сих пор не решены. Как уже четыре года мы являемся членом ЕС и видим такое отношение со стороны соседских государств. Как теперь работать фермерам? Почти полтора миллиона тонн картофеля не реализовано, а фермеров оставили на произвол судьбы». Нужно сократить количество сотрудников Минсельхоза с 5000 до 500. Об этом сегодня сказал председатель Кыргызской ассоциации теплиц Телек Токтагазиев в ходе конференции по развитию органического сельского хозяйства. По его словам, в 2017 году Министерству сельхоза было выделено 1 миллиард 700 миллионов сомов, работает в нем 5000 человек. Он предложил на деньги, которые выделялись в качестве зарплаты 5000 сотрудникам Минсельхоза, нанимать частников. Кыргызским сельхозпроизводителям необходимо усилить свои позиции и перейти на выращивание органической продукции. Такое мнение высказали депутаты Джугуркукинеша в ходе конференции, посвященной развитию органического сельского хозяйства в Кыргызстане. Однако в этой сфере есть множество проблем, а вот каких именно, расскажет Аида Мадбекова. Производство в Кыргызстане экологически чистой продукции, а также развитие нулевого земледелия, при котором сводится к минимуму обработка почвы и растений, сельхозтехникой и химикатами, по мнению многих экспертов, имеет все шансы стать одним из основных направлений устойчивого развития экономики, если не брендом Кыргызстана в целом. Наша аграрная страна имеет потенциальные сравнительные преимущества в этой сфере по сравнению со своими соседями по Центрально-Азиатскому региону, считают специалисты. В первую очередь у нас большая проблема в отсутствии коммуникации между экспертами, госорганами и донорами. Вот если бы случайно в июле или в августе 2017 года мы с Санчаром от этого корейского эксперта не узнали, что есть, оказывается, такая возможность подачи заявки, то этого проекта могло бы и не быть. Несмотря на то, что внедрение новых старых технологий, возделывание почвы и вращивание растений может показаться легкой процедурой, проблем на пути развития биодвижения в стране существует немало. В основе прошлого года мы также начали региональный проект по поддержке консультационных служб в Кыргызстане. Вот сегодня также до меня выступающие отметили, что очень большая проблема – это получение знаний, распространение знаний, обучение фермеров, которые не являются технически подкованными очень часто в развитии сельского хозяйства. Поэтому очень важно развивать сельские консультационные службы. Задача депутатов – полностью запретить ГМО-продукцию в Кыргызстане, потому что даже возможность причинения вреда здоровью кыргызстанцев несет в себе опасность. Речь идет о здоровье нации и человечества в целом. Однако важным фактором здесь является структура земли. Как здесь уже отметили, очень важная структура земли, чтобы химия не была. В первую очередь, у них сегодня в мире 70% базы сертифицированы. Также здесь можно отметить, что потенциал не сертифицированных земель приходится в Россию и Америку. Там много земель, которых сегодня даже в химии давно не было. И даже длительное время они не использовались. Сегодня органическое сельское хозяйство набирает обороты во многих странах. По данным исследовательского института органического сельского хозяйства и Международной федерации движений органики, площадь земель, органическое производство в мире непрерывно растут. За 18 лет площадь, отведенная под органическое сельское хозяйство в мире, составила 58 миллионов гектаров. А рынок органической продукции во всем мире достиг 90 миллиардов долларов. В ходе конференции участники выразили большую надежду на развитие в республике экологически чистой продукции, а также не сомневаются в том, что правительство поддержит фермеров и производителей на этом нелегком пути. Состоялась встреча депутатов Бишкекского Горкинеша с учениками старших классов, проживающих на востройках города. Сам председатель БГК показал ребятам свой кабинет, депутатский корпус, а вместе с тем молодежь побывала и в стенах мэрии. После перешли к разговорам, где школьники без стеснений и рассказали о насущных проблемах. Их разговор был увлекателен, а потому нашей съемочной группе удалось уловить момент. Самое интересное, что дети поднимали не совсем детские вопросы. Отличившиеся ученики нескольких бишкекских школ гимназии накануне переступили по рук Горкинеша и встретились со спикером и несколькими депутатами. Они увидели, в каких стенах работают власти города, кабинеты, где решаются все насущные проблемы нашего населения. Но самое интересное началось в зале заседания, когда старшеклассники озвучили проблемы своих школ. Я хотела бы вам задать вопрос, что вы думаете по поводу официального внедрения электронного варианта книг в школы с учетом порчи зрения и возможностей родителей. Потому что не у каждых родителей есть возможность покупать своим детям электронные книги. Также поля футбольные и баскетбольные. Так как я учусь в 54-й школе, я замечаю, что в нашей школе то же самое, что количество учеников превышает норму. Я сам использую электронные книги. Я особо, вот я по себе хочу сказать, электронные книги я стараюсь не использовать. Потому что есть у человека такое свойство, это зрительное фото. То есть он, когда книги читает, он может себе аккуратно заметки делать. Депутаты рассказали учащимся о важности получения образования, причем качественного. Но, как отметили дети, этому мешают несколько факторов, о которых должен знать спикер. Речь идет об условиях школ, в новостройках и их насыщенности. Условия, да, не созданы. Во-первых, дороги, во-первых, перегруженность. Здесь сказали то, что в два раза, я бы не сказала в два раза, в четыре раза загруженность, да, в некоторых школах. Потому что вот я могу сказать, например, в новостройке Ахбата, которая находится на Дурдое, 43-я школа. Я хочу это отметить, потому что сегодня утром тоже к вам приходили. Там вмещаемость 200 детей, а на самом деле там сейчас учатся более 1000 детей. Сейчас есть дети, которые учатся в этой школе, и они могут сейчас рассказать, какая там ситуация, у них нет даже спортивной площадки, да. Провести эту мотивационную встречу попросили именно они, Центр защиты детей. А гости были из разных школ и новостроек столицы. Ахбата, Калусурдо и Несай, Агурдо. Кто-то из учениц даже поднял вопрос о проблеме мусора и коррупции в школах. Депутаты даже засмущались от неожиданностей. Мусор везде валяется, даже образовались ямки. Там в новостройке Джаниш есть большая яма, и так как жителям некуда ложить свой мусор, им приходится все класть в свою яму. Там несколько ям, я даже сказала бы так. Или, к примеру, возьмем жилмассив, Джаниш, там нет освещений. И из-за этого девушки подвергаются насилию. Это 80% так ответили. Ну прям 80% подвергаются насилию? Вот именно, нет-нет-нет, 80% ответили учеников. Вот во время, когда я проводила опросы, да, и, то есть во время перемены в рамках этого проекта, когда я опрашивала учеников, которые живут в Джанище, они отвечали так, что по слухам, и сами видели, сами знали. Может, это было в их семье. Я понял вас, Светлана. Светлана, а вы мне ответьте. Вот вы живете уже в массиве Джанище? Нет. А где вы живете? В пригородном. Вот смотрите, вот даже в пригородном, даже в Джанище, да, вы когда на свою улицу заходите, она у вас прямая? Или ваши соседи все вот как-то заборами вылазят, как-то вот так? У вас волной идет улица? Моя улица прямая? Да, прямая. А у меня две улицы, я на двух улицах живу. Ну, я не знаю, где вы, как, но это просто по поводу освещения, конечно, есть проблема. Мы это знаем. Мы также и видео отражаем, что есть проблема с освещением. Ее только по этапам мы должны. Лидеры после долгих переговоров перешли к планам на будущее. Со спикером поговорили о выборе будущей профессии, о любви к родине. В свою очередь, власти дали громкое обещание, что все поднятые подростками вопросы найдут свое решение. По итогам встречи сложились приятные ощущения. Теплится надежда, что будущее Бишкека в руках таких одаренных ребят, которым не безразличны проблемы страны. Элиза Балбакова, Халас Сокибаев, НИУТИВИ. Обезвредили опасного террориста и спасли родину военнослужащие и бригады специального назначения «Скорпион». Именитый спецназ сегодня открыл свои двери телекамерам и будущим солдатам. Лицеисты и учащиеся столичных школ, а вместе с ними и наш корреспондент Перезат Бакытова, ознакомились с жизнью солдат в казармах. Самая известная в стране бригаде специального назначения в этом году 25 лет. «Скорпионом» его назвал первый его командир капитан Холодков. Он основал воинскую часть 30 марта 1994 года. «Скорпион» является самым титулованным в арсенале, на сегодня он имеет аж три вымпела. Самый значимый, чем гордятся военнослужащие «Скорпионы», это вымпел, врученный президентом в 2003 году. Помимо этого, есть еще три. Кстати говоря, трое из них не передаются ни одной воинской части в стране. Они навсегда останутся в арсенале «Скорпиона». «Отрек! Тур! Тур! Тур!» Казарма «Тишина», 6 утра, никто не говорит, никаких посторонних звуков нет. Только команда дневального, команда дежурного. Это помещение солдат в срочную службу. Здесь, согласно уставу, укомплектованы четыре военнослужащих. Также имеется объем кулетра, воздуха, тепло, теплота, обеспечение. У каждого солдата свой шкаф для занятия по спорту. Также имеется подменная форма одежды, для занятия по тактике специальной и других видов основных предметов подготовки. Также у всех имеются зубные пасты, туалетные принадлежности. Между каждым приемом пищи уходит 7 часов. Они с 6 утра, начиная, до 20.00 занимаются, согласно распорядку дня. Солдаты срочная служба, также контрактная служба, обучаются по согласно плану боевой подготовки и расписанию занятий, которые утверждают еженедельно. Они основным предметом занимаются тактика специальной подготовки, огневой подготовкой, военная топография, военно-медицинская подготовка, инженерная подготовка. Тактический эпизод был показан не солдатами срочной службы, а именно военнослужащим контрактной службы. Поэтому у них боевая подготовка, программа боевой подготовки немного отличается от солдат срочной службы. Поэтому они к этому всегда готовы. То есть, если солдат срочной службы поступает на один год, он в течение года обучается, потом уходит. А военнослужащий контрактной службы, он постоянно повышает свой профессионализм. Да, посмотрели все, посмотрели, очень понравилось. Честно говоря, я не ожидал, что так именно будет. После этого очень захотелось поступить именно сюда, в спецназ. Все так классно было, особенно, когда были взрывы, не взрывы. Я хочу Скорпионом служить. Почему? Потому что, если сравнить с другими подразделениями, вообще Скорпион, это можно сказать, один из самых наилучших у нас спецназов в стране. В Бишкекском городском доме-интернате для престарелых проживают свыше 200 постояльцев. В честь празднования Дня Защитника Отечества женщины центра поздравили мужчин со знаменательной датой и устроили веселое представление. Конкурсы, подарки, сладости, а самое главное – теплая атмосфера и добрые пожелания. Такой праздник проводится в стенах дома ежегодно, но, как отметила директор центра, этот год отличился сценарием программы. Организаторы устроили больше конкурсных игр. Стоит отметить, что ветеранов войны уже среди них не осталось, зато есть труженики тыла и их вдовы. Именно для них праздник удался, кажется, на слабо. Это люди, которые пришли не от хорошей жизни, с разными судьбами, с тяжелым характером. И как бы, чтобы украсить их серые будни, мы каждый раз проводим вот такие праздники, стараемся обеспечить полностью их досуг. Мы в те годы проводили конкурсы в виде команд, выделили на команды. Командный метод был, сейчас вот такой вот по одному. Да, ветераны войны у меня были, они умерли в прошлом году. Сейчас у меня есть труженики тыла и вдовы участников войны. И на этом у нас сегодня все. Наши журналисты будут продолжать следить за развитием событий в стране и за ее пределами. Увидимся завтра в информационно-аналитической программе «Джумабаян» в 21.30 на телеканале Нью-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok